Грузинский авторитет родился в Мерхиуле, рядом с Гульрипши, в 1957-м. В юности стал промышлять воровством, и в 17-м был впервые осужден на один год за краша. Пожалев молодого человека, судья отдал за Рандии срок условия. Но молодой преступник и не думал вставать на путь исправления. В 1975-м Шедели получил воровскую корону, своеобразный подарок на свое совершеннолетие. А после этого активно включился в воровскую жизнь. Он принимал участие в коронациях, выносил свое решение по поводу признания или непризнания воров. На текущий момент у него 10 крестников, среди которых Намик Салифов, Намик Бакинский и Алексей Соломатин. Солома. Зарандия принадлежал к Хасановскому клану и во многом поддерживал политику Аслана Усаяна. В 1976-м, на следующий год после коронации в Сухуми, Зарандия был осужден за нелегальное ношение оружия. Суд приговорил авторитеты к трем годам. В 80-м Беса сел на один год в Гульрипше за занятие бродяжничеством. А в 82-м в Гаграх получил 5 лет опять же за бродяжничество и хулиганство. После освобождения Ашедели почти ничего не было слышно. Затем в 2007-м он был задержан в мытищах, а при нем обнаружились наркотики. За это суд приговорил авторитета к полутора годам заключения. Во время своего пребывания в Германии Беса стоял во главе группировки, действующая через подставную компанию в Ганновиле. За 5 лет банда получила около полумиллиона евро, благодаря мошенничеству. Действовали они по следующей схеме. Заказывали товар в рассрочку, полученные ценности тут же продавали, а поставщику ничего не перечислялось. Таким образом, от их действий пострадало не менее 15 компаний. Когда стало понятно, что силовики накроют банду, Заранди попытался спрятаться в Греции. Однако в 2014-м его там задержали и отправили в Германию. Суд города Люнибурга приговорил Беса к 3,5 годам за организацию преступной группировки. Срок заключения Шидели подошел к концу в середине 2020-го. Однако пока никаких новостей о нем не поступало.